Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу как настраивать передачу данных из системы Bot Help в Google таблице. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bot Help. Теперь необходимо указать действие, получить данные. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Bot Help к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которые будут поступать данные с платформы Bot Help и перейдите в ваш личный кабинет Bot Help. Выбираем и редактируем текущего бота. Для передачи данных добавляем новый шаг с действием. Выбираем действие «Отправить данные подписчика через вебхук». Вставляем скопированную ранее ссылку и сохраняем изменения. Также не забудьте указать переход на новый шаг. Активируем бота и генерируем новые данные, в данном случае путем общения с ним. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В конкретном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые поступили с сайта Bot Help. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Bot Help успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действия, добавить строчку. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google Таблиц в системе Apex Drive. После того, как подключенный аккаунт отобразился в системе Apex Drive, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google Таблицы, на который вы будете передавать данные из Bot Help. После выбора у вас отобразятся колонки Google Таблицы. Для того, чтобы назначить переменную из Bot Help в Google Таблице, необходимо кликнуть у нее и выбрать из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные, которые будут передаваться в Google Таблицы. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отравить тестовые данные» в Google Sheets. Переходим в Google Таблицу и проверяем результат. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных в Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все, желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok